Привет! И сегодня мы снова попробуем подключить что-нибудь к СМИ-2М. Специально для этого я откопал у себя в шкафу PLK-210. Не будем изобретать велосипед и настройки индикатора оставим такие же, как в прошлом ролике. Покажу их вам на экране. Ну и да, индикатор по-прежнему настраивается через OVEN-конфигуратор. Ну и давайте разберемся с PLK-210. Для работы с ним нам понадобится QDC с версией 3.5. А еще мы будем пользоваться пакетом шаблонов для модулей MX-110 и других слоев устройств, куда как раз и входит наш СМИ-2М. Скачать саму программу QDC с нужной версией таргет-файлов и всех необходимых для работы шаблонов можно на нашем сайте. В QDC с создаем новый проект для нужной модели контроллера. Теперь находим в дереве объектов узел девайс и нажимаем на него правой кнопкой мыши. Добавляем устройство Modbus.com. Оно лежит в папке промышленной сети Modbus.portmodbus.serial. Обратите внимание, что версия компонента не должна превышать версию таргет-файла для PLK. Чтобы посмотреть все доступные для использования версии, поставьте вот эту галочку. В настройках добавленного компонента указываем скорость и идентификатор компорта. Нужный номер можно подсмотреть в табличке в узле девайс на вкладке информация. Теперь в узел Modbus.com добавляем устройство Modbus.master.com.port. Тут та же самая история с версиями. В его настройках включаем автоперезапуск соединения, чтобы прибор не исключался из запроса при временных проблемах со связью. Ну и наконец добавляем в Modbus.com устройство SME2M. Если вы все правильно установили, то найти его можно во вкладке Slave Modbus.serial. Другие приборы. В его настройках надо только указать сетевой адрес нашего индикатора. У меня это 20. Теперь перейдем в программу PLC.PRG. Объявим несколько переменных и напишем кусок кода, который вы видите на экране. Ну, тут если что можно на паузу поставить. Получилось? Окей, тогда давайте вернемся к настройкам компонента SME2M. На вкладке соотнесения входов и выходов привязываем переменные программы к каналам слейф-устройства. Оперативные параметры записываются циклически, а конфигурационные по переднему фронту канала записать переменные. При этом конфигурационные каналы записываются все разом, даже если переменные к некоторым из них не привязаны. Поэтому в нашем примере мы привязали переменные с начальными значениями к каналам типа данных и яркости индикатора. Иначе при записи они получили бы значение по умолчанию. Например, яркость была бы нулевая. Фух, ну вроде готово. Давайте загрузим получившийся проект в PLK210, проверим, чтобы все устройства были у нас соединены по RS-485 и попробуем поменять значение переменной R-Value. Если она будет больше 50, то цвет индикатора будет красный. Иначе зеленый. Ну и напоследок у меня для вас небольшая загадка. Как вы думаете, что будет, если сложить PLK210, кучу проводов, наши новые стенды и несколько моих коллег?